О проблемах в культуре сегодня говорили на первой республиканской научно-практической конференции работников искусства и культуры. В завершении встречи были определены стратегические направления развития отрасли на следующие пять лет. Мы сегодня констатируем, что почти 40% учреждений находятся в аварийном или требуют капитального ремонта. Во многих отсутствует освещение и отопление. Сегодня проблема кадровая, потому что почти 45% без профильного образования, среднего или высшего образования. Проблемы финансирования, которые сегодня сталкиваются в нашей отрасли, эти проблемы, они есть. Но нам вот в этой ситуации необходимо определить те пути, те направления, по которым должна двигаться отрасль культуры. Чтобы улучшить материально-техническое состояние, прежде всего сельских клубов, по словам Вячеслава Долгодворова, в Приднестровье планируют создать централизованную систему, наподобие уже существующей центральной библиотечной сети. Одно учреждение, юридическое лицо, которое будет осуществлять непосредственный контроль и осуществлять гастрольное, планирование гастрольной деятельности по данным районам. Сегодня мы рассматриваем вопрос о создании централизованных клубных систем. Мы сегодня рассматриваем вопрос об обеспечении транспортов управлений культуры, для того, чтобы можно было осуществлять внестационарные формы обслуживания. То есть коллективы домов культуры городских или крупных сел, они могут готовить концертные программы и выезжать с концертами, с праздниками непосредственно в те населенные пункты, где отсутствуют клубы или они находятся в крайне тяжелом материальном положении. В этом году Министерство просвещения разработало государственную целевую программу капитального ремонта и технического переоснащения домов культуры. Но пока в бюджете нет средств, чтобы отремонтировать 139 учреждений, большая часть которых требует капитальных вложений. Поэтому мы приняли решение разбить ее на две части. Первая, это вот я уже проговорил, непосредственно приобретение транспорта и светового и звукового выездного оборудования для проекта «Народная филармония». И вторая уже часть, по мере того, как у нас будет выравниваться экономическое положение, мы непосредственно ремонт и техническое оснащение домов и дворцов культуры. В стратегии развития отрасли предусмотрена также система государственных грантов. Сегодня, считает заместитель министра просвещения, важно поддерживать и поощрять самых инициативных и талантливых работников. Это главный стимул развития всей отрасли. Субтитры создавал DimaTorzok